Вот эта позиция, вот у нас все движение техники противника в сторону Луганска, Донецка, вот происходило здесь, у нас эта позиция. Вот у нас она, Кожевни, вот переправа в этом направлении. Это наша главная задача. То есть нужно разрезать их коммуникации и освободить нам коридоры, правильно? Не то, чтобы коридор освободить, самое главное просто навести порядок, чтобы у нас было меньше кровопролития. То есть нужно просто прекратить, чтобы меньше бомбили городами мирных жителей, города Луганск, тоже славянского, что превратили. Нам нужно прекратить поставку этой техники ударной туда, потому что они воюют не по правилам войска и искусства, они просто бомбят мирных жителей. То есть в открытом бою, вот они, не более-то, вы видите, не более-то, они выходят в открытый бой, они только воюют по правилам американских инструкторов, то есть они просто долбят всеми видами артиллерийского огня. Есть такой так называемый здесь арабский полковник, который все это сертификационные сражения артиллерийские, минометные, дальняя тяжелая артиллерия, он выводит здесь, по этому периметру, и в огонь, радиус действий 10 метров, 10 километров, друг друга перекрывают они. То есть вот такая вот серия. Сейчас они там, мал-мала, немножко их тут подшерстили чуть-чуть, поэтому более-менее нас поспокойнее. То есть вы согласны с тем, что под видом военных действий они просто осуществляют геноцид, как считают наши военные гражданцы? Я считаю, что, во-первых, мы даже стараемся не трогать молодежь, которая даже не понимает, в какие боевые действия она попала. Их отправляют на учения, якобы колонны сопровождать, машины. И эти ребята гибнут здесь, не понимая даже за что и откуда идет огонь. А наемники, сейчас с Польши колонна идет, наемники, арабские наемники здесь, мы речь слышим эту речь. По большому счету против нас воюют иностранные наемники. А это правда то, что они уже идут под флагами НАТО? Есть такая информация? Ну, я не видел, сказать не могу, врать не буду. Но я знаю точно, что в бою мы слышали разговор арабской речи. Мы видели здесь негров. То есть наша разведка докладывает, что есть негры здесь. Поэтому против нас воюют регулярные армии, скажем так, под прикрытием частной военной компании. То есть это профессиональные военные. По сути мы уже ведем войну с НАТО? Ну, по сути практически получается да. Потому что, в общем-то, славянам воевать друг с другом очень тяжело и неправильно. Часть фашистующих настроенных, тех, которые на самом деле хотят крови, они это провоцируют все. Они держат этих молодых ребят в кольце. То есть там угрожают родителям, матерям. Поэтому ребята, они вынуждены браться за оружие и воевать. А что у вас в руках? У меня в руках сигнальная ракетница. Это будет команда к бою. По зеленке кто-то проводит. По зеленке проводит. Завидим. Тим, как? Мираж. Как АГСы? Отработали все? АГСы все, к бою. Пошли. Внимание по колонии. Братцы с Богом. БТС смотрите внимательно. Переход ищите. Чтобы не заблудился танкист. Хорошо? С Богом. Есть. Атака началась. Так, Божьей помощи и победы нашим ребятам. С Богом, братцы! Так. Военная техника Народной Республики Донинской. С Новороссии. Бежит Раката. С Богом, ребята! С Богом! Пошли, молодцы. Пошли. Куда? 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 tipo Brothers